об абрикосе и в в отжарном сердце и рассказывал как патрул говорил такие слова буквально он говорил ты представляешь каждое растение которое создано на земле она создана богом для того чтобы человек мог этим растением вылечиться и говорит самое удивительное растение которое живет на земле это растение абрикос почему потому что в нем находятся все пекин как перевести на русский язык все гуны в аюрведе гуны каждое растение влияет на определенную гуну допустим перед там полынь влияет на гуну решительности и печень кровотворная и освобождает желчный пузырь от глистов гонит выгоняет из тела а подсолнух наоборот восполняет селезенку лечит тоже кровотворное там снижает давление и так далее для мозгов хорошо там черника для глаз под шаг глазам соответствует золото синего цвета там для ног хорошо для ног хорошо зеленые плоды и растения у которых есть плоды синего цвета или фиолетового цвета и вот иглы там где иглы влияет на печень там где кора подертая вот такая влияет на эту нервную систему хрящевую ткань там где живица появляется влияет на мозги и помогает создавать там сервисе навиальную жидкость в хрящевой ткани в суставах в матриксе ну и так далее и вот если взять дерево если взять растения растения которые называются этот а груз крыжовник то она дитя женского пола которая восстанавливает все в организме человека то есть взять плоды этого растения корни листву иголки и так далее а янское растение точно такое же является абрикос и до абрикос а растением вечной жизни является корень из шелковицы тут а вообще считается что это три растения которые должны по идее излечивать абсолютно любые заболевания это шелковица это растение абрикос и растения и растения крыжовник но их нужно брать из них и делать чай который будет состоять из всех его частей и вот они естественно имеют название то есть шелковица это тот кто управляет миром абрикос это отец семье а крыжовник это мать семьи вот как-то так лучше вернуться домой в украину да или остаться в сша лучше в украину подвернула ногу сместился позвонок врач помогает но эффекта мало что делать искать нового врача искать нужно остеопата или искать нужно массажиста грамотного врач невролог и